Всем привет! Меня зовут Анна Котова и это мой обзор к сериалу турецкому, конечно же. Моя сладкая ложь. В этом сериале мы наблюдаем возвращение на экраны актеров Рукана Палалы после долгой паузы. Всем этот актер запомнился по сериалу Комната 309. На роль Суны главные героини долго не могли найти подходящую кандидатуру. Поговаривают, что приглашали саму Мерьему Зерли, Великолепный Век. Но она отказалась и нашли молоденькую актрису Ослы Бекероглу. Но для меня она не актриса главных ролей, только подружки главных героинь или отрицательный персонаж. Красивая, чистая и милая, но не харизматичная. Это факт. Но это мое мнение и моя правда. Может для кого-то это и девушка мечта. Сюжет очень легкий, уютный и семейный. Серий немного, всего 28. Так как были низкие рейтинги, не позволяющие снимать продолжение. Негативных отзывов и плохой реакции не было. Все-таки в сюжете был ребенок. А в таких случаях побоятся отзываться плохо о турецком сериале. Очень милый, такой няшный сериал и теплый, как вязаные носки моей бабушки. И это правда. Фуркан Палалы не тот актер, за которым хочется долго смотреть. Он очень будет гармонично смотреться на вторых ролях. То есть не актер первого плана, романтических комедий. И не знаю почему, гримеры придумали ему такой лохматый образ. Можно было подумать поинтереснее. Даже он себя чувствовал в этом амплуа не совсем комфортно. Извините, но высокая лохматая колонча, без какого-то намека на хорошее чувство юмора и харизму. Только красивая фигура и все. Но для Турдизи маловато будет. Обычный такой среднестатистический парниш. И все. Повторюсь, очень ванильно. И это правда. Не заморачивались сценарием. Все очень бюджетно и экономно. Саундтреки, реквизиты, актеры, одежда. Конечно, найдет своего зрителя, но лучше испечь вкусный торт для своих любимых и родных, где фоном будет этот сериал. Моя оценка 4 из 10. Только за труд съемочной команды, кроме тех, кто придумывал образ. И за то, что любовь победила. И это правда. Из этого сериала могу сделать вывод, что Фуркан Павелы не актер главных ролей, романтических и семейных комедий. Он бы в боевиках попробовал сниматься. Там, может быть, еще что-то получится. Это мое мнение. Это моя правда. Ну все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok